всем привет я татьяна шадрина а вы у меня на канале канал называется время шить и мы с вами сейчас обсуждаем свежий же номер журнала burda burda style это номер 4 2020 жизнь продолжается и мы продолжаем вдохновляться новыми идеями свежими ну что поехали начинаем с вами смотреть журнал итак на обложке вот такая девушка вот такой образ это мятная юбка прямая прямая карандаш мятного цвета и блузка блузка кстати это изюминка этого же номера я думаю что многие и захотят сшить в блузке акцент сделан на грудь и складочки в общем очень украшает женственно женщину такая блузка хотя вроде бы ничего особенного просто юбка карандаш и просто маленький лаконичный топ ну что давайте сейчас одним глазочком глянем страницу с тех рисунками парад моделей если вы хотите посмотреть поподробнее поставьте просто на стол и окиньте взглядом детально я сейчас не буду останавливаться вот на этой страничке а пойдем сразу листать модель маечка иногда в нашу молодость это называли их майками алкоголичками и юбка майка в пошиве просто я думаю что срезы обработаны просто бейкой сшит она из легкой тонкой вискозной ткани и даже вот одна . по уровню сложности так что новички я думаю что стоит попробовать сшить такую майку тем более место где ее надеть вам у вас точно найдется много это как вариант домашней одежды и в летние жаркие дни можно этот топ надевать под кардиган или еще там какую-то верхнюю накидушку поэтому стоит попробовать сшить и даже может быть стоит начать шитье с этой блузки юбка юбка не такая уж простая как она выглядит легко красиво изящно летящие на фотографии у нее сложность уровень сложности показан две точки ну давайте посмотрим для новичков это будет несколько сложновато пошить такую юбку смотрите здесь и есть карманы в швах и сквозная застежка на пуговки есть складочки у талии и поиск нужно знать как обработать пояс и кстати вот даже самый момент уголков при переходе от застежки к обработке низа юбки тоже некоторая сложность если вы совсем новичок то юбку можно как бы нужно к ней отнестись всерьез и не сразу как бы с наскоку с набегу браться за нее может быть стоит подумать о том как упростить пошив этой юбки если вам она нравится может быть например убрать карманы сделать верху пояс не в точной а на резиночке а застежку сделать например не сквозную а просто здесь делать складку с пуговками но это я так как всегда со своей привычкой как упростить модель для новичков юбка с другой стороны вот такой образ надо подумать какие фигуры каким фигурам она подойдет потому что если у вас не очень выражена талия то скорее всего юбочка увеличит вот этот объем ниже талии зону бедра животика и как бы даст дополнительный объем и очень внимательно нужно отнестись к выбору ткани ткань должна быть струящаяся текучая чтобы она не создавала вот здесь ненужный объем поэтому юбка крас красиво хороша на модели но внимательно отнеситесь к себе к своей фигуре идем дальше на этой страничке вот такое великолепное платье давайте посмотрим тех рисунок этого платья это простой абсолютно крой выглядит вообще кажется что проще некуда платье без рукавов без как бы горловина без воротника но я вам скажу это коварный такой вот нюанс потому что сшить платье с рукав с рукавом даже с коротеньким или например с воротничком стойкой гораздо проще чем вот платье без без рукава и без обработка бы без воротника на горловине здесь обтачка единая обрабатывается единая тачка горловинка и рукава проймы вернее поэтому пошив платье довольно сложный здесь посмотрите стоит уровень сложности две точки в описании к модели поэтому если вам хочется такое платье то подумайте хватит ли вам мастерства а если хочется такое платье но вы как бы только начинаете шить можно упростить этот фасон например обработать проймы и горловину не единая тачка а например косой бейкой как обтачкой у меня на канале есть вариантом такой обработки можем например убрать кулиску потали а просто завязывать приталивать пояском который будет отдельно при можно его купить какой-то ремешок или вот веревочный такой поясочек вот такие два нюансика и третий кстати нюансик это можно не делать молнию сзади по спинке потому что платье свободного кроя и функционально молния не играет никакой роли мне кажется платье будет легко надеваться через голову поэтому если вы хотите шить платье но у вас маловато опыта то предлагаю упрощать мне наверное сегодня будет девиз вот этого обзора как упростить платье вернее как упростить пошив вещей ну что вот она эта блузка изюминка которая была на обложке журнала на обложке она была в белом исполнении а здесь посмотрите эта ткань горошек вот как выглядит технический рисунок этой блузки снизу заложены вытачки которые заканчиваются складками это увеличивает грудь вверх и вверху лямочка тоже имеет несколько вот складочек с надевну по одной глубокой встречной наверно складки и петлей проходят через шею спинка открыта да еще и запах есть то есть в районе груди вот этот запах обеспечивает ну какую некоторую деликатность что ли что нет ничего лишнего за счет того что двойной слой ткани чего не хотелось бы демонстрировать окружающим как бы можно носить эту блузку без белья и все будет в рамках приличия мне кажется блузка это великолепно иметь такой маленький топ есть смысл наверное многим-многим девушкам женщинам и найдется без места где этот топ будет уместен потому что смотрите в офисе можно его надеть под верхнюю какую-то верхний слой так под кардиган или под летний жакет а например в летнюю жару можно носить открытой спинкой это тоже будет красиво и украшать фигуру не случайно здесь вот три звезды точки три звезды вот я согласна полностью упростить этот топ я не знаю как то есть я бы не стала упрощать не стала бы упрощать обработку срезов потому что вот так такие вещи должны выглядеть безупречно поэтому пошив этого топа 3 топа требует мастерства идем дальше следующая страничка у нас вот такая блуза интересная блузка давайте ее рассмотрим пока где у нас тех рисунок и ага внизу вот здесь вот но пока на картинке давайте посмотрим у нас вот такие вертикальные идут рельефчики из-под рельефчиков внизу идут сборочки воротник маленький такой стоечка и складка под складкой лесу патная застежка там видимо пуговички застежка и сам рукав еще в то что со сборкой с маленьким манжетиком давайте посмотрим тех рисунок этот этой блузки на тех рисунке видно что рукав цель накроены и вот такой простой крой очень свободный и понятно что не случайно на модели выбрали ткань вот на фотографии она такая ткань тонкая струящаяся прозрачная потому что если выкроить или сшить эту блузку из такой плотной ткани наверное это будет смотреться совсем иначе хотя знаете я бы вот стоит думаю что стоит попробовать потому что получится все равно красивый силуэт потому что вот эти уголочки приходится чуть выше талии находятся и когда опущен рукавчик вот получается что акцент как бы есть на талию то есть моделирование фигуры в этой блузке есть плюс красивый пышный рукавчик получится в общем не знаю я бы рискнула мне даже хочется попробовать такую летнюю блузку шить для себя вот интересное сочетание мне кажется такое прям необычное стоит попробовать ну что идем к следующей модели это у нас платье платье можно сказать футляр хотя здесь не написано что это платье футляр она на запахе почему футляр потому что довольно таки по фигуре скроено ну конечно наверное вот дополнительной драпировки драпировка вот здесь на отлетной части драпировка в районе груди маленький рукавчик немножко меняет характер платья из футляра как бы превращается в платье с запахом ну вот хочу на что обратить внимание посмотрите на модели видите вот эти заломы вот эти заломы вот эти заломы вот это этого не должно быть это эффекты посадки и вот это как предупреждение что вот например уровень как наклон плеча модели девушки и вот этого платья не соответствуют друг другу то есть платье сшита не для этой девушки это я к чему веду платье у нас выдавать этих рисунок смотреть скроено так что оно должно сидеть четко по фигуре не случайно и началась с фраз что это платье футляр и вот как вы видите на фигуре у этой девушки платье плохо сидит и если вы у вас как бы фигура имеет индивидуальные особенности я бы не рискнула шить это платье по как бы мы по этой выкройке потому что нужно будет подгонять подгонять и посадку рукава и форму плеча и как уровень груди вот все подгонять а когда есть драпировки складки вытачки это сложно сделать поэтому вывод какой-либо вы воспользуетесь идеей если у вас достаточно мастерства моделируйте такое платье самостоятельно кстати это не так сложно сделать имея базовую основу и тогда выкройку строите сами либо шьете это платье осознавая что у вас фигура соответствует стандартам определенным стандартам как 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 именно журнала бурды если вы уже шили если вы знаете что вам все подходит вот такая история красивое платье но решите его лучше браться как бы не всем потому что сложности с посадкой будут следующее платье вот такое давайте на него посмотрим это платье тоже простое 1 звезда и кстати вот здесь идет уровень сложности 1 звездочка я думаю что у нас обработка здесь ну да вот видны швы обработка упростилась горловины и пройм и все и сразу суд платье сшить стало легко давайте на платье посмотрим на само вот видно что вроде бы как вы помните на двух предыдущих страничках было платье но там обработка была посложнее и уровень сложности был другой для новичков такое платье вполне можно шить беритесь и шейте легкий вариант простой еще один простой вариант это блузка блузка с со складками на рукавах блузка вот он кстати и тех рисунок давайте посмотрим подробно тех рисунок ага свободный силуэт спущенное плечо складки на рукавах методные сборочки на рукавах но при этом немножко вытачки неглубокие есть прекрасная блузка как вот говорю тут беда и выручка и летом такие блузки просто должны быть в каждом гардеробе а еще и подарок от бурда это мастер-класс супер просто шейте вот прям советую подберите какую-нибудь красивую ткань и шейте вот нюансик на который хочу обратить внимание посмотрите немножко спущено плечо и сборочки верхней части рукава кота рукава рукав окат получается более спрямленный как рубашечный и вот этот вот узел получается выглядит как модная деталь если вы посадите рукав на плечо на место и складочки как бы будут идти от плеча это будет как бы стиль уже немножко другой как бы ретро мне кажется что вот это именно деталь вот этот вот узел как раз говорит а ну как бы марки такой что это модная блузка но опять же хочу предостеречь если ну что что вот этот вот фасон не для всех фигур подходит если у вас покатые плечи если вот ну как бы еще есть типы фигур грузный верх то вот этот фас как бы вот это сочетание не украсит фигуру к сожалению и стоит подумать вот о другом например либо в точную рукав либо рукавчик реглан в общем другие какие-то истории все надеюсь что для тех кому такая блузка подойдет вы идею поняли что надо брать и шить тем более мастер-класс а для тех кому не очень подходит такой фасон вы изучите пожалуйста мастер-класс и когда найдете выбрать выберите выкройку подходящую своему фасону пушите по аналогии потому что технология шитья на 1 идем дальше здесь шорты ну что хочу сказать мы уже с вами смотрели в по тех рисункам страничку с тех рисунками если вы заметили что там была юбка брюки со складками так вот шорты это по той же выкройки сшиты это я к чему такую длинную цепочку виду здесь вот две звезды но мастер-класса как бы нет по шортам а есть по юбке брюкам так что если вы хотите сшить вот такие шорты воспользуйтесь тем мастер-классом и сшите себе шорты летние тем более говорят что в предстоящем сезоне шорты просто будут на пике популярности ну а с другой стороны можно сшить такие шорты как домашнюю одежду красиво стильно модно и удобно поехали дальше платье ну я бы скорее назвала вот это платье не платьем а сарафаном потому что лямочки узенькие носить без белья на наверное вернее без нижней как бы одежды такой платья наверно вряд ли получится нужно будет футболочку или блузочку пододевать ну хотя летом жару наверно как платье можно носить хлопочек хлопчатобумажная ткань с эластаном до платье это тоже вариант футляра потому что достаточно плотно облегает фигуру и как вот смотрите когда мы подходим к ситуации когда платье плотно облегает фигуру сидит по фигуре тут сразу встает вопрос подходит ли это именно к вашей фигуре вы это выкройка но вот этот сарафанчик или это платьишко можно скорректировать под себя почему потому что есть отрезной потали нету никаких особых там драпировок складок есть вытачки можно где-то забрать лишнее где-то поднять и хорошо под себя подогнать поэтому вот это платьишко можно шить более как бы безопасно на вашу на любую фигурку и она конечно же красиво на маленькие размеры посмотрите кстати размер на ряд 3442 то есть не на большие не на крупные фигуры до 48 русского шейте летом такой будет точно востребовано идем дальше вот такое платье в горошек кстати предварительно в анонсе журнала бурда я видела что вот это платье она была сшита на другой девушке и из ткани в более мелкий горошек такой малюсенький она была как на обложке журнала но потом редактор как бы поменяли платье на обложке и осталось только ну как бы другая там мятная юбочка белая блузочка но это платье то я к чему опять рассказываю что платье шикарное и она претендовала просто вот на быть на обложке журнала платье мы с вами уже на него посмотрели это с единая птачка помните по на второй страничке даже не буду на нем останавливаться потому что пошив простой если вам хочется и такое платье можете упростить или шить со сложными этими нюансами вот у нас образ с обложки про блузку я уже тоже проговорила не буду повторяться юбочка юбка карандаш ну что в юбке карандаш до вытачки перенесены по-другому оформлены можно вот ради интереса можно такие вытачки попробовать это не сложно их юбку такую с такими вытачками можно подогнать под себя чтобы она села но немножко посложнее чем с обычными вытачками тоже обратите на это внимание но вот давайте полюбуемся на эту блузку со спинки посмотрите пуговки застегнуты на горловинке по спинке здесь кажется вот у нас идет молния вот так украшает эта блузочка красивую девушку идем дальше листаем платье платье сарафан я бы опять сказал что это сарафан потому что тоненькие лямочки хотя надо дать должное достаточно закрытый вверх там где у нас как бы лиф ну что платье сшить не так просто говорят в журнале две точки уровень сложности две точки ну мне кажется не слишком оно такое сложное можно шить платье сшито из жаккардовой ткани довольно плотный красиво держит форму красиво держит форму лифа вот с такими деталями кроя платье легко можно подогнать под фигурку убрать по бокам например но обратите внимание если вы готовы кропотливо и тщательно как как вот говорят ковыряться шитьем тогда только платье за платье стоит браться почему вот эта стыковка верха и низа лифа вот по этим швам это будет я вам скажу не не простое занятие потому что некоторые ткани просто плывут и горизонтальные вот этот шов проложить так чтобы с вертикали все совпали это о-ху-ху опыт еще и опыт и бывает как бы несмотря даже на опыт приходится под пары вот распарывать чтобы все совпало поэтому вот обратите на это внимание платье то красивое но сшить его не так легко идем дальше у нас костюм юбочку мы уже видели и вот такой жакет жакеты пошли немножко уже другие чем были год назад скажем головка рукава на месте то есть плечо не спущено но немножечко как будто вы со сборочками головка такая объемная жакет довольно прилегающий по фигуре длина правда такая вот видите длинная достаточно закрывает бедро до нижней до низа бедра расцветка ткани интересная мелкая мелкая клеточка ну что хочу сказать конечно же сшить жакет такой это сложно вот у нас идет уровень 3 точки пошив такого жакета конечно как говорится по зубам те кто уже имеет мастерство определенный опыт шитье подумайте нужен если вам нужен такой жакет пробуйте экспериментируйте но скажу что это сложная история вот я на что хочу как бы обратить внимание что я сама когда шью жакеты то чаще всего строю выкройку вот не пользуюсь готовы а готовы пользуюсь только в качестве идеи а если вы новичок то сбраться такие сложные жакеты нет смысла вот как то так и вообще уже поняла для себя вот эту историю что те кто шьет с опытом то в журналах берем мы только самый простой крой где не требуется посадка а если шьем сложные вещи то строим сами их платье платье и как бы их навеяно ретро образом немножко но честно говоря отличается от ретро образа давайте посмотрим но интересное платье вырез лодочкой говорят что такой вырез как делает элегантным фигуру глубокий разрез по линии бока красиво обработан обтачкой разрез рукава удлиненные собраны на сборочку по талии кулиска кстати вообще вот эта деталь кулиска на талии сейчас как-то входит в моду сшить такое платье вроде бы легко но если это трикотаж а шелковый креп шелковый креп я подозреваю что из-за сложности ткани стоит две точки по сложности то есть не так просто чтобы все получилось безупречно вообще шелком работать трудновато поэтому если взять ткань попроще может быть какой-то креп и не шелковая может быть вискозный не такой скользкий скажем креп платье получится классно мне нравится такой платье поехали дальше тут у нас жакет жакет с объемным спинкой с объемный вот посмотрев на этот жакет мне он понравился честно говоря не представляю какую фигуру он украсит наверное он будет особенно хорош для высоких худеньких девушек потому что такой дополнительный объем он ну как бы все-таки немножко меня он припугает но деталь спинки смотрится очень классно я видела эти жакеты на людях ну вот скажу что не на всех фигурах а видела действительно худеньких и на тонких и звонких очень интересно очень интересно модно пробуйте если это у вас конечно не первый жакет в гардеробе а какой-то второй или третий тоже очень интересно и прям 8 раз повторила наверно тут идея что с чем сочетается а вот они юбка килоты с мастер классом журнале подробнейшим как как бурда умеет на трех четырех страничках мастер-класс как сшить эти килоты меня они просто привлекли мне кажется сейчас вот эти килоты становится уже классикой в одежде и как летний вариант это просто шикарная одежда это удобно это красиво это женственно а тем более мастер-класс шейте прям рекомендую единственное такой совет что выберите пожалуйста ткань струящуюся и тонкую чтоб она не стояла колом джинса например не подойдет это может быть тонкая какая-то рубашечная ткань может быть как тонкая какая-то здесь вот хотя написано сейчас прочитаю как шерстяная ткань эластичная шерстяная ткань продольную полоску ну вот я бы шерсть конечно бывают разные но вот советовала бы такую пластичную ткань чтобы вот эти складки у пояса не стояли колом давайте еще раз проговорю что у нас вот он тех рисунок тех килотов у нас идет вот подрезной бачок кармашек с подрезным бачком это такие глубокие складки которые создают дополнительную вертикаль это пояс с дополнительной такой красивой деталью с завязкой красивые килоты стоит шить и мне кажется что вот достаточно комплементарно любой фигуре не бойтесь пробуйте главное ткань подобрать правильно струящуюся ну вот эту юбочку мы с вами уже видели меня здесь конечно же смутила смутила длина вот по колено так как это интересная длина но про то что юбка кому подходит и как отнестись к выбору ткани тоже уже проговорила платье детское платьишко платье свитшот они его назвали где-то где-то уже читала из трикотажной видимо ткани до трикотажное полотно ну вот эта полоса по низу она даже девочку очень сильно как-то увеличивает мне кажется грубовато немножко смотрится на любителя шьется это супер просто ты на самом деле на самом деле просто новичкам под силу пробуйте как вариант домашней одежды прекрасно мне кажется даже и для взрослой девушки можно такой шить блузку и посмотрите на тех рисунок он интересно немножко спинка переходит на перед еще кармашки добавлено обработка горловины не это несложно вот когда нет открытых проем не тот упрощена обработка горловины это реально возможно сшить идем дальше вот такие платьюшки для мамы и дочки платье похожих как бы из одной ткани похожего стиля у девочки только добавлены на юбке кармашки маме кармашки не стали пришивать и во взрослом платье есть вытачки нагрудные вот знаете мир сейчас таков это вот бога стиль что мне кажется такое платье подойдет на любую фигуру вот сейчас это смотрится как модно вот это балахонистость она тоже уместно единственное что я бы наверное на большие размеры немножко добавила длину да и на средний размер это же бы посмотрела как насчет длины либо укоротила бы длину на ладони выше колена либо сделать длину какую-нибудь вот такую не миги не макс верни мидии или не макси точно где-то вот такую длину в общем на любителя платье для летней жары мне кажется самое подходящее смотрим дальше свитшот или пуловер для спортивный спортивный свитшот может выглядеть на редкость изящно соглашусь вот нюансы кроя в при пошиве вот такой уголочек беечка вот такая красивая неровная линия низа красиво вот такой свитшотик или пуловер стоит сшить и кстати вот если бы это было просто горизонтально вот такая обработка 2 бейки немножко как бы расширяет зону лица когда вот этот треугольничек добавим добавлен то немножко задает вертикаль поэтому мне нравится мне нравится обработка кстати несложная идем дальше домашняя одежда пошла для домашней одежды они предлагают вот такую майку с перекрученными лямочками про маечку мы уже обсуждали говорили и комбинезоны и для девочки для мамы ну вот честно говоря я не представляю кому понравится такой комбинезон возможно это какой-то молодой девушки такой передовой мне кажется из ткани льняное полотно достаточно грубо в нем достаточно некомфортно несмотря на то что он даже такой широкий если бы он сшит был из плотного трикотажа хлопкового кулирки там например там или футера тонкого это было бы другая была бы другая история но комбинезон от изо льна не знаю вот для меня это прям сомнительно не рекомендую его сшить потому что мне кажется это не лучший вариант блузка вот теперь давайте посмотрим на эту блузку она выполнена из другой ткани хлопчатобумажная ткань непрозрачная вот нам ее показали со спинки опять же мне кажется очень удачно вот эти вот рельефы и акцент на талию несмотря на то что блузка свободного кроя мне кажется на украсит многие многие фигуры и честно говоря на свой 58 размер российские тоже хочу сшить такую блузку конечно я построю сама потому что тут как бы свободный кроя легко ее шить я не буду показывать странички с мастер-классами с тех рисунками потому что гурда очень как сейчас относится к этому неблагоприем неблагожелательно ну и это правильно перелистываем дальше и смотрим следующие модели так как это все закончились нас вот такая блузка из полосатой ткани трикотажной и вот такого очень сложного кроя давайте посмотрим поподробнее тут прямо разглядеть не разглядеть не такая вставка с одного бога с вставочка с драпировкой немножко собран второй бог с драпировка ножа без вставки немножко по диагонали идут полосы посмотрите рисунок несимметричный вырез горловины в общем столько всего наворочено ну интересно размер идет 36 46 до 52 российского знаете что скажу вот мне даже хочется попробовать сшить такую вещь конечно она не будет базово она будет акцентной но именно вот такими с полосками может быть ткань другую выбрать вот я вообще к шитью отношусь как к такому как сказать исследование что ли хочется попробовать новенькой так вот эта блузка новенькая хочется попробовать и вам если хочется поэкспериментируйте давайте вместе поэкспериментируем если дойдут руки до этой блузки но обычная как бы водолазка или обычная футболка с рукавом но только необычного кроя мне кажется украсит она разные фигуры потому что вот эти складочки как бы они не были вот пугающие что ли они скроют вот легкие вот эти вот рельеф чеки в районе талии ну вот меня смущает немножко вырез горловину какой такой сикость-накость может быть я был как-то постаралась удлинить вот посмотреть на крой а все остальное мне очень нравится я хочу реально попробовать такой крой идем дальше вот у нас здесь есть жакет и кардиган ну или даже два как же где-то назвали хотя вот это вот твил то есть ткань не тянущийся поэтому назвали давайте с этой супер просто на самом деле супер просто нашили какую-то махрушечку может быть даже бейку ткани кромку ткани или куда красиво вот обработана горловина простым способом 1 пуговка и вот это тот самый второй слой который мы накидываем жару на плечи под вторым год под этим вторым слоем можем носить все что угодно и топы с открытой спиной и майки алкоголички ну вот такие накидушки из легкой тянуть струящиеся ткани летом хорошо иметь интересная деталь с рукавами легкая такая как оборочка или вернее валан вот видите рукав расширен как бы вниз рукава ну красиво стоит сшить такие накидушки шьется реально супер просто одна . по сложности стоит и жакет жакет мне кажется он какой-то сшит из ткани трикотажный думал букле наверное не трикотажная размер для плюсиков вот надо подумать стоит ли шить такой жакет или не стоит почему потому что вот четко такая горизонталь в районе талии не знаю давайте посмотрим лично я себе такое не рискну шить вот и богу а жакет вот этот легкий струящий ткани обязательно сошью вот платье меня очень привлекло платье для плюсиков вот такое чем привлекло смотрите нам летом нужны бывают такие одежки свободного кроя ну если просто возьмешь как бы сошьешь такую платье у которого две вытачки и балахон некрасиво хочется придумать что-то такое я вот все время стоя как бы решают задачу для себя что-то такое чтобы был какой-то крой интересный но при этом чтобы это был свободный крой вот это платье меня порадовало потому что здесь есть и как она сложное платье есть и комбинирование ткани то есть два оттенка ткани есть и вставлены как бы кант красивый и какие-то сборочки и посмотрите что важно для плюсиков удлинен как бы вверх возле лица то есть вертикаль прямо прямоугольник он четко вертикаль задает и вырез такой узкий как бы длинный вертикаль струящиеся складки не спадать не спадающий вертикаль а вот эти вставочки на рукавах они в районе талии то есть фигура моделируются очень рекомендую такой покрой к платьям давайте тоже какую-то идею возьмем на вооружение и я думаю что многие плюсики сошьют это платье блузка блузка тоже для плюсиков вот такой тех рисунок ничего особенного впереди шов навесные петельки пуговки вытачки крой свободны то есть вытачки не облегающий так немножко задающую форму и рукав крылышко шьется я честно говоря смотрю думаю почему они здесь поставили столько звезд уровень сложности хлопчатая бумажная ткань с принтом я думаю что из-за петель с руликом то есть если вы убираете вот этот узел не делаете вот эти вот пуговки не функциональные а все остальное оставляйте блузка сразу становится проста в пошиве ну если хотите сделайте себе вот эти рулики с пуговками даже будет интересно мне нравится такая блузка такие блузки трудясь трудяшки летом как бы функция футболки должно быть много в гардеробе блузка или туника по выкройке платья с предыдущей страничке посмотрите тот же самый крой просто советую переснять эту выкройку и пользоваться ей вот для таких как бы туничек можно сделать рукав еще покороче в общем мне кажется такая хорошая выкручка интересная вот такая юбка ну честно говоря как мы уже видели практически такая же юбка была и в стандартных размерах но на пуговицы со сборками впереди мне кажется для плюсиков это очень спорный вариант такие юбки потому что они как раз эту зону талию бедер увеличивают и если еще и талия не очень как бы оформлена то не не пойдет всем фигурам такие юбки если у вас четких x фигурой и то есть если вы в размере плюс с фигурой по типу x шьем такие юбки если другой тип фигуры я думаю что не стоит идем дальше у нас вот такое кимоно назвали они ну выкройка по моему с предыдущей странички может там видели жакет был накидушка в общем как бы ее не назвали накидушку если плотный трикотаж возьмем назовем ее кардиганом кимоно такие штуки надо шить надо шить в каком-то в большом количестве тоже ну я единственное что насчет не уверен насчет принта вот такого потому что нужно подумать чем в гардеробе вы сможете носить эту штуку потому что вот на модели на фотографии она видите с однотонным низом то есть внизу надет однотонная как бы образ ой внизу однотонная одежда под этим слоем верхним и причем рисунок вот цвет вот этого однотонность как бы сочетается с верхом с точками накидушки но представьте с чем еще можно надеть вот этот верхний слой кимоно вот поэтому я бы советовал кимоно 6 такие из однотонной ткани нейтральной расцветки тогда она у вас будет беда и выручка под многие под многие образы вашим ваш гардероб ну что мы с вами закончили смотреть журнал бурда номер 4 2020 если вам понравился мой обзор ставьте лайки если не понравился ставьте дизлайки мне важно увидеть вашу реакцию чтобы я дальше знала что мне снимать и как мне снимать кто не подписался подписывайтесь на канал и конечно же я жду ваши комментарии внизу давайте встречаться во всех соцсетях у меня есть ссылки на instagram на вконтакте я пишу статьи в дзене так что всем пока и надеюсь до встречи